Всем привет! В данном ролике мы соберем довольно простой и надежный лабораторный блок питания на операционных усилителях. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Совсем недавно на канале выходил ролик про самый простой линейный блок питания, в котором я обещал сделать блок на операционниках. Думаю, все, кто хотел собрать линейный лабораторный блок питания на операционных усилителях, часто натыкались на вот такую распространенную схему. Китайцы даже начали серийно ее выпускать. Как видно, тут для стабилизации выходного напряжения применены операционные усилители. Но есть одно но, которое делает эту схему весьма непривлекательной. Это то, что входное напряжение не может превышать 30 вольт. Большинство людей, как и меня, такое ограничение ставит в тупик, потому что трансформаторы обычно бывают на 24 и 36 вольт. Найти трансформатор на 30 вольт проблематично, а переделывать трансформатор под блок питания нерационально. Почему ж так получается? А все потому, что операционные усилители в этой схеме подключены напрямую к напряжению питания. А у них есть верхний предел по входному напряжению. Не спорю, может кому и подходит данный вариант. Меня же он не устроил. И тогда начались поиски хорошей схемы. Нашел такую на одном из форумов. Там было предложено несколько вариантов. Я попробовал и ту, и другую, и в итоге остановился на вот такой схеме. Характеристики внушительные. Входное напряжение может достигать 50 вольт. Выходной ток до 5 ампер. Но это значение переменное. Подробнее расскажу при тестах. Пару слов про работу схемы. Один операционный усилитель сравнивает заданное опорное напряжение и выходное. И в зависимости от этого приоткрывает или закрывает силовой транзистор. Второй же операционный усилитель следит за падением напряжения на шунте. Смысл его работы такой же, как и первого. Как только напряжение падения на шунте станет выше определенного уровня, он подбросит напряжение для первого операционного усилителя. И тот начнет закрывать транзистор. До тех пор, пока напряжение падения на шунте не сравняется с заданным значением тока. Также на форуме люди вылаживали свои варианты печатных плат. Но по размерам они были довольно большие. Тогда я сел и за 3-4 вечера набросал вот такую печатку. По размерам она получилась очень компактной. Сначала сделал тестовый вариант способом лут и все проверил. Схема в работе понравилась. После этого решил ее красиво оформить и отправил на изготовление китайской компании PCBWay. Делается это очень просто. Из printlite выводим гербер файлы. Потом их необходимо закинуть в специальную программу и посмотреть нету ли косяков. И последний шаг это загрузить архив с файлами на их сайт. Дальше просто ждем изготовления. И вот платы у меня. С нетерпением открываю коробку. Они отлично запакованы. Достал одну платку, рассмотрел. Качество как всегда на высоте. Сразу же захотелось собрать плату и проверить в работе. Количество деталей тянет на уровень средний. Пайка отняла минут 20 от силы. В итоге получаем вот такую красивую плату. Можно ее протестировать. Для этого нам понадобится источник питания. Буду использовать DPS 5020 для того, чтобы следить за всеми показаниями. Также нам понадобится электронная нагрузка, которую мы недавно собирали. В первую очередь проверим минимальное и максимальное напряжение на выходе. Как видим минимальный порог 0 вольт, а максимальный всего на пару вольт меньше входного. Теперь можно проверить насколько проседает выходное напряжение под нагрузкой. Для этого не убираем щупы с измерения напряжения и вешаем туда лампочку на 36 вольт 100 ватт. Как видим стабилизация на уровне. Теперь проверим какой ток может выдать схема. Но для начала хочу сделать оговорку. Максимальный ток, который можно получить из данной схемы варьируется. Сейчас подробнее объясню. Выходной ток при 40 вольтах ограничен 5 амперами. Но это еще не все. При выставлении максимального тока нужно следить за тем, чтобы мощность рассеиваемая транзистором не превышала 100 ватт. Рассчитать эту мощность можно по вот такой формуле. Подставляем значение разницы входного и выходного напряжения и умножаем на ток потребления. К примеру, если у нас входное напряжение 40 вольт, а на выходе выставлено напряжение 2 вольта и ток 5 ампер, то на транзисторе будет рассеиваться 190 ватт. А как вы понимаете, он не выдержит такой нагрузки. Поэтому нужно или уменьшать входное напряжение, или снизить ток потребления. Вот теперь можно подключать нагрузку. Выставляем на блоке питания 30 вольт. На выходе линейника будет 20 вольт и нагрузим током в 2 ампера. Смотрим на стабилизацию напряжения и тока. Как видим, картина отличная. Блок справляется на ура. Также не забываем ставить на транзистор радиатор. Довольно больших размеров. Так как нагрев будет и очень сильный, от этого не убежишь. Линейный блок по-другому не работает. Ну и на этом у меня все. Ссылку на скачивание схемы печатной платы найдете в описании. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok